Начало недели в Московской области началось с похолодания. Утром в Раменском ощущалось минус 2 градуса. Раменчане будут чувствовать влияние уходящего циклона еще некоторое время. Сохранится облачная погода и осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время в Подмосковье ожидается легкий минус. А Балканский циклон, который вчера обрушился и на Раменский район, принес 15 мм мокрого снега, что составляет около четверти нормы октября. Осадки, местами гололедица и порывы ветра до 17 метров в секунду заставили поволноваться автомобилистов. Резкое ухудшение видимости и скользкие дороги спровоцировали ряд аварий. Дорожные службы Подмосковья за последние сутки обработали и очистили более 600 км дорог. Многие водители задумались о скором посещении шиномонтажа. Но синоптики рекомендуют не сильно спешить с переобуванием автомобилей. Они отмечают, что к концу недели возможно потепление. А пока в Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждения действуют до полудня 8 октября. Синоптики добавляют, что при такой погоде у большинства метеозависимых людей возможны обострения бронхолегочных и опорно-двигательных заболеваний. Ожидается рост простуд. Колебания атмосферного давления также могут повлиять на состояние здоровья людей с сосудистыми проблемами. Особенно ждут скорейшего улучшения погоды астрономы. Дело в том, что в ночь на 9 октября в нашей широте будет виден метеорный поток Дракониды. Его название происходит от созвездия Дракона. Дракониды – это рой частичек, отклонившихся от кометы и продолжающих движение по орбите. Они сгорают, попадая в атмосферу Земли. Начиная со среды, ситуация в атмосфере над Москвой и областью начнет меняться. Благодаря теплым воздушным массам температура в регионе к концу недели повысится. К четверг и в пятницу в среднем до 7,9 градусов тепла, а к выходным до 10,12. Егор Кабанов, Ольга Захваткина, Елизавета Скрябина для программы «Градские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова